Айнард Фяйн, жители Империи, с вами Нельфгардец, и сегодня мы разберем, какие изменения в Гвинт приносит патч 9.5. А также мы разберем, как эти изменения готовят к игру к выходу нового дополнения, который мы увидим либо в конце этого года, либо в начале следующего. А также я в очередной раз постараюсь предсказать изменения, каких архетипов нас может ждать в новом дополнении. И скажу сразу, мы получили еще больше намеков о возрождении архетипа солдатов. Но, прежде чем мы начнем... Поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал в Ютубе и на Твиче, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином, или подпишись на мой Патреон по ссылке в описании к видео. Также всех нельфгардцев и верных союзников Империи я приглашаю на дискорд-канал Империя Нельфгарда. Здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира Ведьмака. Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора. Ссылка на канал в описании к видео. Итак, нельфгардцы, вот и подошел к концу очередной сезон, а вместе с ним и очередное путешествие. А это значит, что уже сегодня вы увидите новый патч 9.5, который вносит очередные изменения в баланс игры. И, по старой доброй традиции, мы разберем этот патч. Начнем мы, как всегда, с нейтральных карт, а закончим картами Нельфгарда. Итак, начнем с нейтральных карт, тем более, что изменили всего-навсего одну карту. Рыхлый трюфель теперь, он стоит не 9 единиц провизии, а 10. Но поскольку патч выйдет всего лишь через 4 часа, я решил заранее написать, записать видео с предыдущей версией, с патчем 9.4. Поэтому пока что вы будете видеть на экране карты без изменений, а я буду зачитывать, как они, собственно говоря, изменились. Итак, в прошлой версии рыхлый трюфель стоил 9, значит, сейчас он будет стоить 10 единиц. Я думаю, что это вполне себе хорошее изменение, потому что рыхлый трюфель очень сильно играет у северян с летающими чародеями. С помощью него, конечно, можно сделать дополнительных чародеев, как минимум 2, нет, 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 не так. Как минимум одного чародея, поэтому вполне себе хорошее, хорошее действие. Далее мы переходим сразу же к картам чудовищ. Да, всего-навсего одна карта была изменена. Итак, сила карты Детлов, Высший Вампир, увеличена с 5 до 6 единиц. Итак, вот он у нас, Детлов. Нет, подождите, Детлов, Детлов, где? Вот он, Детлов, Высший Вампир. Сейчас он стоит 5, но в патче 9.5 он будет стоить 6 единиц. Соответственно, карта Паджор, и, грубо говоря, с него мы можем, так, у нас счетчик 2, соответственно, мы можем на 12 его отыграть. 12 за 10, ну, более-менее, вполне неплохо. Кстати, поскольку приближаются Саовины, то я вот за 4 часа до выхода нового путешествия предсказываю в очередной раз новое предсказание. Я думаю, что нас ждет путешествие с Регисом, ну, или там с вампирами, или что-то вроде этого. Потому что приближаются Саовины, и я думаю, это будет как-то вот обыгрывать Хэллоуин и прочее. Ну, а какой один из самых Хэллоуинных персонажей, это, конечно же, Регис. Ну, и прочие чудовища. Ну, в книжной версии это, конечно же, Регис. Думаю, это будет он. Ну, и поскольку там еще изображен витраж, может быть... Ну, вот тут уже, кстати, проблема. Не знаю, что будет с витражом связано на главной странице. Тут уже сложно, если от этого отталкиваться, сложно сказать. Но все-таки я думаю, что это будет либо путешествие Региса, либо, я надеюсь, это будет путешествие Императора какого-нибудь. Это уже МГВРАВАР, МРЭЙСа. Посмотрим. Итак, идем дальше. Сила карты Эндриаго Королева увеличена с 5 до 6 единиц. Итак, Эндриаго Королева с 5 до 6 единиц. Соответственно, 6 за 7, плюс у нее обилка остается та же самая. Ну, я так понимаю, что чудовищ решили подправить старые карты, вроде там, инсектоидов и прочих. Ну, и, кстати, у Королевы Эндриаго уменьшена стоимость найма с 7 до 6. Соответственно, это 6 за 6, и это очень сильное усиление инсектоидам и спаму инсектоидов. Ну, и, кстати, он очень давно не играл. Как минимум месяцев 5, может даже 6. Посмотрим, как это отразится на колоды чудовищ. Далее, стоимость найма карты Голиаф уменьшена с 8 до 7 единиц. Давайте посмотрим. Вот он, Голиаф 10 за 8 сейчас, а станет 10 за 7. Завещание призывает в противоположный ряд сильнейший отряд из своей колоды. Но, по сути, мы его брали раньше, чтобы была десятка, чтобы жрать его из сброса, если что. Или просто иметь большую карту на своей стороне. А теперь, ну, по сути дела, он уступает большей части новых сильных карт. К тому же безглаву, который девяткой становится за 5. Поэтому, ну, вполне себе неплохое изменение. Но я не думаю, что Голиаф заиграет. Но если только в очередной раз кто-нибудь не придумает мил на чудовищах. Может и такое произойти. Далее, сила карты Мируна увеличена с 5 до 6 единиц. Собственно говоря, вот она Мируна, 6 за 9. И она будет, и она хватает вражеский отряд на 4. Соответственно, это 10 за 9. И похищение движка противника. Ну, по сути дела, хороший выбор. Но почему, например, шестерка хороша? Потому что мы не только получаем 6 единиц за счет пожирания Мируны. Мы получаем еще дополнительно то, что ее не смогут сразу же законтрить противники. Да, безусловно, это глупость. Контрить Мируну, если у вас есть какой-то движок на 4. Но если у вас просто мусор на столе, то вы можете законтрить Мируну. Она перекинет его себе. Например, плюс вы собьете противнику пожирание и усиление своей стороны. То есть сохранение очков. А так мы хоть одну единицу силы, но сможете сохранить, активировать завещание и прочее. Получить прочую синергию. Так что, ну, может быть, может быть, что-то мы с Мируной увидим в следующем сезоне. Далее, стоимость найма карты Старый Горд уменьшена с 12 до 11 единиц. И вполне себе, ну, хороший шаг. Так у нас 12 за 11. Нет способностей. Ну, это просто, по идее, карта, которой можно было бы устроить себе наподобие Нильфгарда. Например, с тем же Тибором. Когда мы Горда оставляем в колоде и там выхватываем его оттуда с помощью Йеннифер и Трис и усиливаем или наносим урон. Но, не знаю, по мне Старый Горд, он, ну, уже неиграбельная карта. Ну, для чего его взять? Только для симбиоза какого-то. Ну, это в какую сторону нужно уйти, чтобы Горд, там, симбиоз сделать картам, у которых 11 силы. По-моему, это слишком много. Не знаю. Я, честно говоря, давно Гордом не играл. А вот следующая карта, стоимость найма карты Озрел, уменьшена с 9 до 8 единиц. И, наверное, многие ждали, когда Озрел уменьшится по провизии для того, чтобы впихнуть в многие колоды. Потому что теперь, конечно, он в коротком раунде может дать, ну, все прежние 13 единиц за счет уничтожения Скалопендроморфа, да. Но теперь было очень сложно его впихать в колоды. Теперь же мы вновь можем короткие раунды выигрывать с помощью Озрела или, наоборот, навязывать противнику, там, во втором раунде, какую-нибудь такую, ну, там, вилку, когда мы ставим Озрела. И противнику нужно, там, два хода отыграть, уйти в минус карту против нас. Так что, ну, в принципе, хорошее решение. Мне оно нравится. И тактически Озрел, я думаю, появится во многих колодах. Далее. Порог поглощения у карты Принц-Жаба увеличен с 3 до 4 единиц. Что это значит? Это значит, что Жабой мы теперь сожрём четвёрки. Раньше тройки. Поэтому у нас теперь 7 за 8 с возможностью уничтожать движки противника. А движков противника на 4 у нас очень и очень много. Их бесконечно много. Но пока что самыми погаными являются, конечно же, летающие чародеи Нордлингров. Так что Принц-Жаба сможет ими насытиться. Следующая карта. Это стоимость найма карты Утопец уменьшена с 5 до 4 единиц. Утопца я не видел в Вечность. Очень давно карта с симбиозом при размещении перемещает вражеский отряд в другой ряд на его стороне и наносит ему 2 единицы урона. В принципе, мы его брали в основном как такую карту контроля с возможностью симбиоза. Почему? Потому что нужно было перемещать движки противника, либо защитника из ряда в ряд перекидывать. Но при этом у нас получалась еще карта с симбиозом и такой движок, который мы контролируем стол противника. Теперь он будет стоить 4 единицы и, по сути, он превращается в своеобразную кавалерию Врихида. Но только намного сильнее кавалерии Врихида. Вот она. Которая тоже перемещает отряды. Но почему он сильнее кавалерии Врихида? Потому что он у нас симбиозом обладает, встраивается в эту симбиотическую лесенку. И в долгосрочной перспективе может улететь в район 6-7 и так далее. Если мы его вовремя не остановим. И, наконец, последняя карта. Это броня карты Стукач увеличена с 0 до 1 единицы. Стукача я очень редко когда вижу. В общем, теперь Стукач у нас 5 за 5 с возможностью симбиоза 2. По сути дела, его симбиоз, он в некотором смысле повторяет обилку. Глинес Айплоернак у Нильфгарда, который от ассимиляции 2 имеет, но стоит 7. Тут у нас будет 4 с 1 единицей брони и симбиоз 2. Но почему симбиоз именно на 5 единиц, а Глинес на 7? Ну, я думаю, вы понимаете, что ассимиляцию намного легче активировать, чем симбиоз. Потому что Стукача, ну сколько мы можем раз симбиотическую связь активировать? По сути дела, первый ход, когда мы активируем симбиоз, он идет на 6. Соответственно, дальше нам нужна 7. После 7 он становится 8. Значит, после 8 нужна какая-то 9. 9 у нас все еще, допустим, есть. Ну, соответственно, он доходит до 10. Ну, а дальше уже вопросы начинаются. Откуда нам взять десятку, чтобы увеличить его до 12? А потом еще лучше. То есть, ну, понятно, что симбиоз сложнее делать, чем ассимиляцию. Поэтому понятно, почему он до сих пор стоит 5. Хотя можно было, например, в район 4 его отправить по провизии. Ладно, далее мы переходим к островитянам Скеллиге. И Скеллиге по сравнению с другими фракциями, на мой взгляд, все-таки немало изменений сделали. Например, сила карты Арнвальд увеличена с 4 до 6 единиц. Вот он он, Арнвальд. Соответственно, теперь это у нас будет 6 за 6. Это старая версия. И он обращает поврежденный дружественный отряд в Медведя с Вальвблода. Ну, соответственно, в перспективе это своеобразное 12 за 6. При возможности перевернуть карту противника. Кому не поздоровится в этой сборке, конечно же, Нильфгарду. Потому что у нас много шпионских отрядов на 1, 2 и 4. Соответственно, все они могут быть перевернуты Арнвальдом. И тем самым, ну, он законтрит наше такое тактическое развертывание за счет шпионов. Ну, и, соответственно, не даст нам нормально отыграть. Так что, да. Соответственно, его могут еще брать, чтобы у Ахима Девета того же переворачивать. Или Контореллу. Ну, это в первую очередь. Во вторую очередь, ну, конечно же, это осведомительница княгини и эмиссары. На мой взгляд, мы можем его убедить в колодах вполне себе. Далее. При срабатывании Жажды Крови, карта Кровавый Орел больше не игнорирует выбранный отряд. Если тот получил урон от способности этой карты. Ну, вот смотрите. Активируясь в любом случае. Вот если у нас была бы Жажда Крови 3, я так понимаю, раньше. Нам, то есть, нужно было, в принципе, иметь 3. А теперь, если мы наносим урон. Да, соответственно, если мы наносим урон, в первую очередь, да. То у нас уже, по идее, Жажда Крови будет активироваться. То есть, нам достаточно иметь 2 отряда на поле, поврежденные, чтобы эта карта полностью отыграла. Ну, вполне себе неплохо в плане темпа, на мой взгляд. Чего, например, в последнее время не доставало именно этой карте. И поэтому мы, наверное, и не видели колоды с воинами. Возможно. Возможно, не из-за этого. Далее. Сила карты Фукуси уменьшена с 5 до 4 единиц. Ну, я думаю, что это такая полумера. Ну, и что, что она стоит, там, 4, а не 5. Извините меня, она играет. Тот размещение. Ее вообще можно и единицей сделать. Тут роли особо не играет. Важно то, что она, во-первых, создает эффекты дождя. А, во-вторых, она призывает золотые отряды из сброса. Да, и среди этих золотых отрядов есть вот этот новый пират, реагон бессмертный, который вдалбливает штормом и дождем нашу сторону. Поэтому, если вы ее сделаете хоть единицей, от этого ничего не изменится. Тут нужно либо провизию повышать, либо менять чуть-чуть обилку. Но, я думаю, пока этого сделано не будет. Ну, думаю, максимум, до чего мы дойдем, это, конечно, то, что Фукусия будет стоить там 1-2 единицы, не больше. Далее. Стоимость найма карты с Киаль уменьшена с 7 до 6 единиц. Так, я не помню, что у нас там. С Киаль. Вот он, он, с Киаль. Уменьшена с 7 до 6. Ну, соответственно, это 10 за 6. Если мы ему 5 единиц сносим, то он исчезает. В принципе, он уничтожается. Ну, в принципе, по идее, это такой своеобразный Харальд Горд у Скеллиги. Когда мы сразу берем и активируем, ну, просто берем и десятку на поле выкидываем за... Теперь уже 6 единиц провизии. На мой взгляд, ему нужно менять обилку. Либо берсерка уменьшать там до 3-2 единиц. А так, ну и что? Разрядят в него какое-нибудь отравленное оружие или еще что-то. Ну и все, нету десятки. Но с другой стороны, возможно, это будет... Эта карта именно таки и предназначена, чтобы отвлекать урон противника на себя. Возможно, нет. На мой взгляд, карта неиграбельная пока что. Далее. Сила карты Морской Вепер увеличена с 3 до 4 единиц. Вот он у вас, Ворской Вепер. Посмотрите, какой красавец, конечно. Теперь он стоит 4 за 11, а белка осталась прежняя. Ну и я думаю, что все-таки разработчики сдвигают нас в сторону такого морской темы у Скеллиги. Мы отошли от воинов прошлого года в сторону друидов. И сейчас, мне так кажется, мы дрейфуем в сторону пиратов. Так что, либо следующее дополнение, либо через одно дополнение мы увидим множество пиратов, кораблей и прочего-прочего. Которые будут синергировать там с Штормом предыдущим, а друидами, там, иллюзиной, дождем и очень новыми картами. Посмотрим. Это пока что мое предсказание. А так, 4 за 11, на мой взгляд, неплохо. Конечно, мы получаем одну единицу силы. Ну, такой своеобразный бонус для пиратских колод. Вот. Хотя я бы лучше, конечно же, поменьше провизий бы сделал. Далее. Карта Димун-контрабандист получила рвение. Неужели? Ну-ка, давайте вспомним, что ж это за карта. Вот она. Размещение. Если рядом есть корабль, создайте изначальную копию этой карты в этом ряду. Соответственно, это спам пиратов. Приказ нанесить одну единицу урона отряду. Ну, на самом деле, теперь мы по приказу обладаем рвением. То есть, мы обладаем рвением, соответственно, мы сразу наносим урон. Соответственно, при разме мы играем 7 на 5, но при этом это пират. Мы имеем синергию с черноруком, который нанесет 2 единицы урона. То есть, нет, одну единицу урона вражескому отряду, когда мы играем пирата. Соответственно, в перспективе это, грубо говоря, 8 за 5. Плюс спам пиратов. Ну, своеобразное, конечно. Ну, и, кстати, помимо чернорука, мы имеем синергию вот с крахом анкрайтом, который тоже наносит урон от пиратов. Вполне себе неплохо. И, я думаю, пиратскую колоду в грядущем сезоне я соберу. Далее, карта Друмонд Крестьянка добавляет кровотечение обоим отрядам на 4 хода, а не на 3. Напомню, кстати, мы давно не видели Димун Крестьянок. Я помню, когда-то где-то год назад она была очень ходовой картой. Вот она. Друмонд Крестьянка, да? Секундочку. Да, Друмонд. Друмонд Крестьянка. Соответственно, мы кидаем отряд на кровотечение на свой отряд, но мы, скорее всего, должны кинуть его на отряд с покровом. А отрядом с покровом у нас является вот Тирша-захватчица. Либо мы кидаем на отряд, которому нужно кровотечение своему, чтобы активировать Берсерка. Либо мы можем еще кинуть Милюзину, если она есть. И затем добавляем вражескому отряду кровотечение. Ну, теперь, соответственно, на 4 хода. И, таким образом, эта карта у нас становится 8 за 4 в некотором смысле. Ну, понятно, четверка компенсируется тем, что мы себе кровотечение кидаем. Но, тем не менее, это кровотечение может выйти нам только в плюс. Поэтому это пока что минимум 8. А максимум там может в район 12 она может отыграть. Синергируя с Берсеркерами. Вполне себе неплохой ход. Далее. Стоимость найма карты первобытная жестокость уменьшена с 5 до 4 единиц. Друзья мои, вопрос. Когда вы видели последний раз первобытную жестокость? Нанесите 2 единиц урона вражескому отряду. Расправо создайте медведи с Вальблодой и предзовите его в случайный дружественный ряд. Соответственно, это было 8 за 5. А теперь 8 за 4. И да, я так понимаю, вы понимаете, к чему все идет. К тому, что четверки уже переходят от семерок к восьмеркам. У нас будет 8 за 4. 8 за 4. Какой ужас. Далее. При срабатывании жажды крови... Да, кстати, когда мы увидим десятку? Неизвестно. Далее. При срабатывании жажды крови карта Громилос Вальблод больше не игнорирует выбранный отряд, если тот получил урон от способности этой карты. Давайте посмотрим, кто такой Громилос Вальблод. Кто-нибудь вообще помнит его? Вот он, Громилос Вальблод. Размещение. Несите 2 единиц урона вражескому отряду. Жажда крови 2. Добавьте ему кровотечение на 2 единицы. Соответственно, нам достаточно, как я понимаю, иметь один поврежденный отряд, чтобы активировать вот эту жажду крови, как я понимаю. Соответственно, у нас есть один поврежденный отряд на поле. Громила наносит урон отряду. И получается, без урона, отряду без урона, получает жажду крови 2 и добавляет ему кровотечение на 2 хода. Ну, в плане темпа, Громилос Вальблода, ну, получает мощный плюс. Мне, в принципе, это нравится более-менее. А мы переходим к следующей фракции. Королевство Нордлингов. Итак, Рейнард Одда получил способность строй и способность приказа вместо способности размещения. Сейчас пока что у него размещение. Усильте смежные отряды на 1 единицу. Усиливайте каждый сыгранный вами отряд на 1 единицу. Теперь это не размещение будет, а приказ с рвением. Поэтому по приказу мы усилим смежные отряды на 1 единицу. Итого также 8 за 9. При этом, поскольку это приказ, мы восьмеркой не ограничиваемся. Мы идем дальше, потому что Рейнард Одда заряжает арбалетчиков. Рейнард Одда, получается, дает синергию карте... Так, где-где-где? Где прыгунок? Вот он он. Губерту Рейку. Потому что он обнуляет его счетчик. Уменьшает на 1 единицу. И впоследствии он будет брать и накидывать... Усиливать сыгранные нами отряды. Ну, соответственно, 1 девяткой, 1 восьмью за 9 мы не ограничимся. Ну, вполне себе. Я так думаю, что скоро все карты севера потеряют способность размещения, а получат способность приказ для большей безумной синергии. Я так вижу, все именно к этому идет. Далее. Сила карты Тайлер увеличена с 6 до 7 единиц. Стоимость найма карты уменьшена с 8 до 7 единиц. Ну, вопрос, кто, когда последний раз играл Тайлера. Кто-нибудь вспомнит? Человек-агент Стройприказ. Если ни один игрок не спасал, а в руке вашего противника менее 10 карт, оба игрока берут карту. Кто последний раз играл Тайлера? Напишите в комментариях. Никто, я так понимаю, да? Соответственно, теперь это 7 за 7. И в некотором смысле он как бы силой своей повторяет Октавию Гайл 7 за 7. Но только тут она прокручивает колоду. А мы при этом создаем мил своеобразный для севера мил и выкрутку своей стороны. На мой взгляд, вполне неплохо. Но при этом он еще имеет вот это вот... Никто не спасал и так далее. Ну, соответственно, он как бы приказом отыгрывает, как Мата Хури. Где она? Я ее не вижу. Вот. Только мы тут с нее мы берем сильную карту, противник берет слабую, а Тайлер, он просто... Ну, мы берем верхние карты. Ну, на мой взгляд, если бы устраивать такой небольшой мил с северу, по-моему, не получится. Но в плане прокрутки своей колоды, на мой взгляд, вполне себе неплохо. Далее. Сила карты Вандергрифт увеличена с 5 до 6 дней. Кто последний раз видел Вандергрифта? Я хочу спросить вас. А? Вот он, Вандергрифт. 6 за 8, но обладает стойкостью. Ну, знаете, человек-рыцарь со стойкостью. Раньше, когда мы играли в Вандергрифта, во втором раунде, чтобы застолбить стол и получить... Ну, кинуть на него карту со стойкостью, он еще более-менее играл. За 8 единиц, да, получить пятерку, но сейчас получить 6 за 8 на своей стороне, когда у нас есть летающие чародеи за 4, и мы устраиваем им спам, и при этом накидываем выносливость, и можем сделать это два раза за игру. Ну, ребят, ну, Вандергрифт, вот этого вообще тогда ничего не стоит. Нафиг он нужен. Кто положит в здравом уме Вандергрифта? Только если это рыцарь. Но там у нас синергия от рыцаря, знаете, с чем может быть? Только вот с этим. С мечом Вандергрифта усиливать дружеский отряд на 6, усиливать и каждого сыгранного рыцаря на одну единицу. Ну, кто сейчас играет на рыцарях? На рыцарях играли люди, ну, сколько там, года два назад. Сейчас это почти ничего не работает, синергия с рыцарями. Но это заставляет задуматься, потому что, возможно, мы все-таки движемся к дополнению, где Север получает баф рыцарей и баф синергии с рыцарями и солдатами. Соответственно, Нельфгард получит баф синергии с солдатами. И, возможно, тоже рыцарями или осадными орудиями. Ну, что-то в этом роде. Мы инженерами, инженеров, может, получим. С Келлиги, соответственно, двигается в сторону пиратов. Вот. Поэтому, ну, вот такая фигня. Далее. Стоимость найма карты Вернан Роше уменьшена с 11 до 10 единиц. Вот Вернан Роше, кстати, одна из немногих моих любимых карт у Севера. Почему? Потому что мы можем сыграть сразу две верхние карты из нашей колоды и получить безумный темп, особенно, когда мы играем какую-нибудь осаду. Особенно, когда у нас в колоде остались карты военного искусства, а на поле у нас куча осадных машин, и мы можем какую-нибудь бомбардировку отыграть на 10 единиц, представляете? Ну, какая-нибудь такая фигня. Вот. Поэтому Вернан Роше, я, наверное, попробую склепать с ним какую-нибудь новую колоду интересной осады. Ну, или что-то вроде этого. Мне нравится этот ход. Ну, и вновь Вернан Роше солдат, опять баф солдат идет. За счет уменьшения провизии. Далее, снова солдат. Броня карты Висигерта увеличена с 0 до 2 единиц. Кто последний раз играл Висигерта? За счет усиления получать, соответственно, заряды на урон. По-моему, никто. Соответственно, теперь Висигерта у нас, по сути дела, 7 за 8. Ну, понятно, по силе 5, но чтобы его уж так просто не законтрить, потому что 2 единицы брони будет. И вот размещение увеличится число зарядов на значение равное количеству усиленных дружественных отрядов. Как много дружественных отрядов мы можем сделать? Да, дофига сейчас. Особенно с помощью летающих чародеев. Поэтому Висигерта... Кстати, я вот удивлен, что до сих пор никто его не положил в колоду именно с чароземи. На всякий случай, как такая карта контроля для где-то там второго раунда. Да, чтобы мы продавили как-то противника. Ну и что-то вроде этого. Вполне себе было бы неплохо. Особенно сейчас, когда у него 2 единицы брони, его не так легко законтрить именно с урона. Конечно, можно блок накинуть, убрать кратко и прочее. Далее, сила карты Виндхальм из Атре увеличена с 3 до 4 единиц. Давайте посмотрим, кто это такой. Вот он он, Виндхальм из Атре. Увеличена... Ну, 4 за 7. И при этом он отыграет на 6 единиц в первом же ходе. В первом же ходе, соответственно, он будет иметь 6 за 7, а не 5 за 7. Ну, я думаю, Виндхальм... Ну, это такой своеобразный реверанс в сторону колодца с щитами, чтобы хоть кто-то начал на них адекватно играть. Возможно. Но если так подумать, то вот стена щитов, она у нас будет в будущем, если бафнут рыцари и солдат с севера, то она будет как раз-таки играть как-то с щитниками, я думаю. Как-то, может быть, в эту сторону пойдет. Не знаю даже. Далее, стоимость найма карты Адептка из Аретуза увеличена с 4 до 5 единиц. Да, неужели? Слушайте, всего-то, насколько... Адептка... Вот она, да, Адептка из Аретуза всего-то она продержалась один или два патча. Ее, по-моему, два патча назад переместили в район 4 провизий, теперь она снова будет 5 провизий. Я не удивлюсь, если в следующем патче она будет стоить 6 провизий, как морской посланнику Скеллиги, потому что, по сути, она в некотором смысле работает по тому же принципу. Далее, стоимость найма карты Баллиста на колесах теперь восстанавливается раз в три хода. Ну, и на самом деле верный ход, потому что вот Баллиста на колесах давно никто не играет даже с осадой. Почему? Потому что, ну, приказ просто и все. Просто приказ, а возможность получить две брони, соответственно, 7 за 5. А теперь мы будем играть ею как таран, но при этом наносить урон в те карты, которые нам нужны. Вполне себе неплохо. Далее, сила карты Лирия Ланскнехт увеличена с 3 до 4 единиц. Ну, мусор, на самом деле. Вот он он. 4 за 5, с возможностью нанести 3 урона, соответственно, это 7 за 5, урон на 3, не вот так много движков мы собьем им. В общем, Ланскнехт как был мусором, так и остался. Им, по-моему, никто не играет с... Да, это базовая карта, вот с базой им никто, по-моему, и не играет до сих пор. Надо как-то менять обилку, увеличивать урон или там заряда давать ему. Далее, сила карты Медитирующий Чародей уменьшена с 4 до 3 единиц. Да неужели, друзья мои? Соответственно, в общей сложности мы получим возможность быстрее его задолбить на начальной стадии, когда он не активировал приказ, быстрее наносить урон с зарядов, быстрее наносить урон с карт, которые бьют на 3 единицы при размещении и прочем. То есть мы даем возможность контроля Медитирующих Чародеев на ранней стадии игры до того, как активирован приказ и не сильно заспамили на поле. Также там, по-моему, был урон по всем копиям на 1 единицу. Ну и, соответственно, если будет кто-то играть против Медитирующих Чародеев на 3 силы, можно вполне себе будет легко использовать новую Саврину Гливисик, которая вот она наносит 3 единицы урона в ряд. Ну, соответственно, Север может контрить Чародеев своих же через Саврину. Например, да, например, тот же Синдикат, отыграв особую карту преступления, сможет задолбить всех Чародеев с помощью Бура, потому что он наносит как раз-таки 3 единицы урона. С Нильфгардом, по-моему, посложнее, но у нас, например, есть этот, как его, сержант Свирс, который будет захватывать троечки, так что мы сможем нанести 3 единицы. Ну как, кто-то у нас наносит 3 единицы урона. Ну, кстати, вот, с помощью помилования мы будем захватывать отряд вражеский с силой 3 единицы, то есть это еще 2. Далее, удар Миросердия тоже 3 единицы наносит урона, это тоже 3 урона. Далее, ну, Лето из Гулеты троечку тоже урон нанесет. Вот, смотрите, размещение, ну, это усиленный вражеский отряд, 3 единицы урона это не отработает. Можно с помощью Арбалетчика нанести урон на Ну, так, в принципе, достаточно неплохо, я считаю. Достаточно неплохо. Ну, и плюс, ирабский ошейник сразу 3 единицы урон уносит и уничтожит карту. Таким образом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, грубо говоря, 6, 7, 8, да, 7, 8. А, ну, вот еще, кстати, чародейка-лазучица лучше всего отыграет, потому что между двумя чародеями летающими ее разместим, она их всех сразу снесет на первой же стадии, поэтому, тадададан, чародейки-лазучицы возвращаются в новом амплуа, в амплуа уничтожения чародеев с севера. Далее идем. Сила карты Риданский рыцарь увеличена с 1 до 2 единиц. Давно их не видели, по сути дела, теперь это 4 за 4 с дальнейшим усилением, ну, по сопротивлению противнику, да, соответственно, это будет на первом же ходу, мы получаем грубо говоря, 5 силы нам надо будет сбить, но на поле у нас будет всего-навсего 3 силы за 4, и он будет дальше идти, ну, потенциал появляется, и снова, заметьте, солдат-рыцарь, опять, опять вот эти вот, вот эти сигналы о том, что будут, будут солдаты, будут солдаты. Далее, сила карты Осадный мастер уменьшена с 4 до 3 единиц, стоимость найма уменьшена с 5 до 4 единиц, броня увеличена с 0 до 1 единицы, ну, по сути дела, где наш Осадный мастер, вот она, карта Осадный мастер, ну, она как бы ни туда, ни сюда сейчас применяется, приказ, обилка остается прежней, ну, соответственно, становится движочком за 4, 3, одна броня, ну, соответственно, губы остается 4 за 4, но меньше силы получаем, окей, согласен, но при этом, поскольку меньше провизии, можно будет получить две дополнительные провизии для колоды с Осадой, что, на мой взгляд, большой плюс, ну, конечно же, для Нордлингов, а мы переходим к следующей фракции, фракции Скайта Элей, у них не так много изменений, так, начнем, дух Саоф Айн Митх усиливает дружественный отряд на 5 единиц, а не на 6, стоимость наема уменьшена с 9 до 7 единиц, обратите внимание, как только карта вышла, ею все стали играть, как только начался, она вышла, по-моему, в второй части дополнения цена силы, когда вышла третья часть дополнения, ее все выкинули, никто ей больше не играет, соответственно, теперь это будет у нас 7, 7, 5 за 7, плюс еще выпрыгивающий призрак, ну, проблема, конечно, в том, что вот это единство, которое прыгает, оно просто будет заспамлять поле, плюс еще надо три карты отыграть, чтобы оно выпрыгнуло, это не как вам, Реданец, или кто-то еще, который прыгает из колоды обратно, нет, не знаю, может, кто-нибудь будет им играть, но я точно не буду, далее, сила карты торквая увеличена с 4 до 5 единиц, серьезно, торквая, сила карты торквая, теперь 5 единиц, вы издеваетесь, зачем, ребята, а зачем, а в чем смысл, а зачем торквой пятерку должен стоить, друзья, вот, обратите внимание, пока эта карта находится в вашей руке, каждый раз, когда усиливаете ее, усиливаете другой случайный отряд в вашей руке, но тоже значение, преданность в начале игры, эта карта находится в вашей руке, а в чем прикол, зачем торквой давать еще одну единицу, может, я что-то, подождите, может, я что-то не так прочитал, дайте я очки надену, так, сила карты торквы увеличена с 4 до 5, а зачем, то есть, типа, вам вот и так не хватает того, что торквы усиливается до 20 единиц иногда, и усиливает всю вашу руку, нет, вот одной дополнительной единицы силы не хватает, это типа, из-за того, что его могут под общий знаменатель привести спорами и чем-то еще, и чтобы у вас, ну вот, на одну единицу силы было больше, так он усиливает огласие, он усиливает всю руку, от того, что вы ему одну дополнительную единицу там накинули, это ничего, это как бы ему не плюс, не минус, не холодно, не жарко, дайте ему 2 единицы провизии, накиньте, чтобы он десятку стоил, а не восьмерку, вы что делаете, зачем, либо вообще его не трогаете, в чем смысл, непонятно, далее, стоимость наемой карты долблота на чередейку, увеличена с 5 до 6 единиц, наконец-то, вот они достали меня, эти чередейки, теперь они стоят, соответственно, 4 за 6, и приказ остается тот же самый, вот как они меня достали, эти чередейки, постоянно вылазят, их постоянно усиливают, постоянно они играют шары, ну и поэтому, в принципе, их до шаров и довели, что они играют, очень часто шарики, соответственно, они стоят столько же, сколько наши любимые шарики видения, да, понятное дело, что я тоже играю на скайтелях, тоже с шарами иногда периодически, но, еще больше я играю на Нилю Гарди, и мне попадаются именно эти чередейки, далее, сила карты танцора эльфского клинка увеличена с 3 до 4 единиц, вот обратите внимание, вот кто последний раз сыграл вот эту карту танцора эльфского клинка, размещение на инститивную единицу вражескому отряду, если карта усилена, нанесите 3 единицы урона, ну, соответственно, теперь он 4 за 4 плюс 3 единицы 7, ну, соответственно, да, опять привели к общему знаменателю, что четверки играют на 7 единиц, ну, неплохо, неплохо, может быть он появится в чьих-то колодах и заменит самой ту же Дольблатан стрелок, или же эльфского диверсанта, который никто не играет, почти что, далее, идем, сила карты бригада в рихид увеличена с 3 до 4 единиц, подождите, бригада в рихиде, бригада, 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 а, слушайте, я давно не видел бригаду в рихиде, очень давно, размещение, наносим 2 единицы урона, и при этом наносим урон тогда, когда она двигается, соответственно, при выходе 5 за 5, и, ну, если мы какой-нибудь эльфийкой или обилкой отыграем, соответственно, это на сухую 7 за 5, а теперь это будет 7 за 4, без, ну, какой-то синергии с другими картами сильно, неплохо, плюс у нас получается как бы движок на столе за 4 единицы, причем вполне себе сильный, мне нравится, надо бы что-нибудь попробовать с этой картой сделать, а мы переходим к следующей фракции, синдикат, стоимость новой карты Адельберт, Калькштейн, уменьшена с 7 до 6 единиц, что-то они долго думали уменьшать Калькштейна или нет, но теперь, по сути, Калькштейн становится как у Скеллиги Гремистом, который тоже 6 провизий стоит и работает очистителем, то есть 6 за 6 Гремист и очищает вражеский отряд, а Калькштейн у нас, соответственно, будет 5 за 6 и тоже носится со своей очисткой, ну, на мой взгляд, вполне себе неплохая карта получается. Далее, стоимость новой карты Бинси Блюмерхольд уменьшена с 10 до 9 единиц. Так, Блюмси, вот она, Блюмерхольд, Бинси Блюмерхольд. Давно ее, кстати, не видел, ну, понятно, почему она до 9 уменьшена по провизии, я думаю, в район 8 где-то отправят потом, впоследствии, потому что, ну да, одна карта, которая аккумулирует огромное количество урона, но которую легко снести какой-нибудь кроатской жарой или сразу заблокировать. Ну, вполне себе. Далее, сила карты Пророк Лебеда увеличена с 6 до 8 единиц. Что ж, возрадуйтесь, люди, теперь это 8 за 8, добавляя щит каждому отряду, сыгранному рядом с этой картой. Но, по сути дела, Пророк Лебеда, он вообще почти не появляется в колодах Синдиката, он появляется в колодах Севера, чтобы накидывать щиты. И это еще один Флорин в копилку моего предположения, что нам будут что-то делать с солдатами и рыцарями. Ну, в частности, у Севера, потому что и это будет как-то связано еще с синергией на щитах. Может быть, кстати, им каких-нибудь священников накидают в новые карты, которые как раз таки будут щиты делать или исцелять их или что-то в этом роде. Далее. Стоимость найма карты Сердцееды Приспешники уменьшена с 5 до 4 единиц. Так, Сердцееды Приспешники. Где они? Вот они. Ну, это уже было. Они уже 4 провизии стоили, их туда-сюда кидают. Ну, по сути дела, ими никто не играет, поэтому им уменьшили снова провизию. Но я думаю, им нужно делать что-то с... А хотя, подождите, взаимосвязь, да? Так, где-где-где? Где-где? Ну, если только их начать играть с рыхлым трюфелем, кстати, попробовать и заспамить все поле Сердцеедами Приспешниками, как это было в начале, когда вышел только Синдикат и всех валить ими, попробовать. Мне надо попробовать, ребята, надо попробовать что-то с ними сделать в текущей... в текущем патче. Далее, при срабатывании способности карты микрозайм вы получаете семь монет, а не шесть. Отлично! Соответственно, мы можем какую-нибудь одну единичку уничтожить и получить за это семь монет. Ну, на самом деле, дофига монет, очень много. Семь монет за четыре провизии, вы представляете? Семь монет. Семь монет за четыре провизии, если мы уничтожим кого-то. А если это будет шпион Нильфгарда, представляете? Семь монет за четыре провизии. А он же будет играть как этот, как карманная кража. Офигеть! Вы что творите? Далее, сила карты гончие мутанты увеличена с четырех до пяти. Не поможет. Ну, соответственно, пять. Но это же размещение, а не приказ. Поэтому, как бы, броню тут, я не знаю, зачем нужна броня. Ну, не знаю. Яд и кровотечение. На самом деле, они с собой повторяют этого аристократа ван Мурлингов охотника. В некотором смысле, только он блокирует, а не яд кидают. Ну, вопрос, что, что хуже, яд или блокировка в некотором смысле. Лучше бы их сделали четыре провизии. Далее, дань карты щитовод уменьшена с двух до одной монеты. Так, я давно что-то не видел. Щитовод. Опа, некие. Вот щитовод мне, кстати, очень даже нравится. Хорошая карта под устрашение и такая карта контроля, потому что мы можем перемещать защитников, перемещать движки, привязанные к ряду и прочее. Мне нравится. Давно ему было пора дань поменьше сделать, пять за пять. И при этом, если мы играем его с обилкой теневая прибыль лидера, то, соответственно, вообще дань будет ноль. Мы просто будем перемещать карты во вражеских рядах противника, вообще, без зазрения совести. Плюс, мы можем его в большом количестве откопировать через Игоря Крюка и бафать себе устрашение. Тем более, что мы получаем пять сил и за пять монет. Вполне себе неплохо, я считаю. О, ну, такая бюджетная фановая колода получится с щитовода. Далее. Сила карты Охотник Палач увеличена с трех, да ладно, с трех до четырех единиц, вы серьезно? Дрова дубовые будут теперь четверку стоить. А если мы будем играть его вместе с обилкой Джекпот, имея девять монет, то, соответственно, эта четверка превратится в шестерку, в шестерку. И нам не так будет легко сбить этот движочек. Мне очень даже нравится. Плюс, он может быть усилен через эту Тамару Стэндлер, где она у нас тут, вот она, через Тамару, и тогда вместе с обилкой Джекпот он будет стоить семь за пять, активный движок, сразу при выходе можем кидать и уничтожать карты. Вполне себе неплохо. Давно надо было это сделать, но я думаю, его в итоге до пятерки могут довести. Далее, карта Гнусный Торчок усиливается на две единицы. Да, наконец-то, да, наконец-то. Ой, как я давно хотел вот этих вот Торчков по-нормальному использовать. Вы посмотрите на этого красавца. Теперь, в конце каждого нашего хода он усиливается на две единицы, а не на одну, если у него есть яд. И, по сути, он буквально за три хода, за четыре провизии отыграет на десять, а если мы этих Торчков в большом количестве накопируем через Игоря Крюка и все их отравим, то, ну, вполне себе будет хорошо усиливаться. В некотором смысле, это такой бюджетный вариант, если у нас нету в руке или возможности копировать как-то Саламандру выродка. Потому что она тоже на две единицы усиливается, когда ей кидают яд. Ну, соответственно, мы их можем еще к тому же достать через портал. Ну, я думаю, Гнусный Торчок хорошо зайдет как раз-таки в нашей колонде Саламандр в первой половине игры. Тем более, что сейчас, ну, мало кто играет на яде. Ну, если только какой-нибудь Нильфгардец возьмет и начнет играть на пятерном сценарии, моем пятерном сценарии, вот, ну, тогда, да, Гнусным Торчкам будет как бздец. Но, тем не менее. И это была последняя карта Синдиката, а это значит, что мы переходим к Нильфгарду. Итак, стоимость найма карты Удар Милосердия увеличена с 9 до 10 единиц. Ну, многие наши противники этого хотели. В общем, да, Удар Милосердия теперь десятку стоит. Потеряли одну единицу провизии в итоге. И будем перекраивать наши колоды в худшую сторону, возможно. Мне это изменение не нравится. Но, что поделать, благодаря имперским экспериментаторам и прочей безумной ассимиляции и прочему-прочему, приходится терять где-то. Далее, карта Виппер получает статус шпиона, когда ее призывают на поле из сброса. А, по-моему, так и было раньше или нет, я что-то не знаю. По-моему, что-то такое было раньше. Потом убрали, походу, шпиона, потом теперь опять он будет шпионом. Ну, не знаю, на самом деле, какая тут может быть синергия. Если на нашей стороне поле он будет шпионом, то... Ну, кстати, это будет своеобразный баф в сторону противника, если у нас он будет шпионом, если мы играем против Нильфгарда, потому что тогда могут усилиться мятежные аристократы и бригаде импера, которая снарядами пуляет, она может получить доп. снаряда за счет кучи виперов на нашей стороне, если мы сделаем спам виперами. Ну, вопрос, да. Далее, сила карты алхимиков увеличена с 4 до 5 единиц. Ну, вот он, давно им никто не играли. Обменяйте силы между двумя дружественными отрядами. Теперь он стоит, соответственно, 5 за 4 провизии. Ну, и такой своеобразный движок. Ну, давно алхимиками не играли. Те, кто не помнит, алхимиками как-то играли. Я не помню, как ими играли, если честно. А, ими играли через зачарованный доспех. Все, я вспомнил. Ими играли через зачарованный доспех. Когда у доспеха отбиралась сила, она менялась с кем-то, да, с какой-нибудь единичкой или двоечкой, но доспех в итоге становился снова десяткой за счет того, что у него сила зависит от брони. Вот она. Может быть, живой доспех мы попытаемся сделать в следующем патче. Посмотрим. Далее. И снова намеки. Сила карты Артфиальный Арбалетчик увеличена с 3 до 4 единиц. Друзья мои, друзья мои, я думаю, мы на пороге революции. Я думаю, грядет великое возрождение солдат Нильфгарда 4 за 5 провизий. Артфиальный Арбалетчик человек-солдат. Посмотрим. Посмотрим. Но, снова, сила карты Иллюзионист увеличена с 3 до 4 единиц. С 3 до 4 единиц. 4 за 4. Чародей-солдат. Он и так уже успел многим попортить кровь в текущем в прошлом патче и в прошлом сезоне. Теперь он будет портить кровь еще сильнее. И теперь будет сложнее сбить с нашей стороны поля. В общем, да, мы идем в сторону солдат. Солдаты будут. Далее, стоимость найма карты Чародейка Лазучица дополнена. Новая часть звучит так. Расправа. Переместите эту карту в противоположный ряд и уберите статус шпиона. Вот она, Чародейка Лазучица. Соответственно, вероломство. При размещении наносим 3 урона смежным отрядам, уничтожаем их, саму Чародейку переносим в... Куда мы переносим? Так, еще раз. Противоположный ряд уберите статус шпиона. Соответственно, она перейдет в наш ряд. И таким образом 7 за 4. Снова 7 за 4. 3 урона 6. Она одна единичка на нашу сторону перепрыгивает. 7 за 4. На мой взгляд, очень даже круто. Мне это нравится, тем более, что она будет долбить вот этих вот Чародеев со стойкостью. Стойких, терпеливых Чародеев. Все. До свидания, Чародеи. вам пришел окончательный конец. Здравствуйте, Чародеи-килозучицы. Далее, карта Притирка усиливает дружественный отряд на 5 единиц, а не на 4. Карта получила категорию тактики вместо алхимии. Друзья, новички Гвинта, вы не помните, но вот она, карта Притирка. Усильте отряд, будет на 5 единиц. Если это солдат, исцелите его! Будет тактика за 4 провизии. Ну, собственно говоря, вот они, солдаты, они уже рвутся, они устали сидеть в своих казармах, и они уже рвутся в бой. Так что, да, я все-таки уверен, что следующее дополнение будет связано с солдатами, и солдаты Нильфгарда получат безумный ап. И сейчас мы просто берем и подготавливаемся к этому. И я готов даже поспорить на то, что вот следующее дополнение будет с солдатами. Почему? Потому что всего лишь 4-5 месяцев назад мы видели примерно то же самое, когда вдруг ни с того ни с сего разработчики начали как-то апать, усиливать чародеев, ну, и у Нильфгарда агентов. И мы получили целую ватагу чародеев, агентов в новом дополнении цена силы. Теперь мы видим тоже самую планомерную подготовку игры к новому дополнению, где будут солдаты у Нильфгарда, ну, возможно, тогда солдаты с тактикой у Нильфгарда, может, как-то еще будет связка с чародеями. У севера солдаты рыцари, солдаты рыцари плюс щиты как-то будут задействованы, а у скеллиги это, соответственно, колоды пиратов с кораблями и, возможно, каким-то синергиями с штормами, с погодой и что-то в этом роде. За чудовищ, не знаю, у синдиката, судя по всему, будет что-то в районе банд, наверное, потому что, ну, мы видели, что там как-то более-менее банды, за банды взялись в этом патче. Может быть, там как-то златорубов, ну, пока что явно видно, это невидимые и сердцееды на первый план будут выходить пока что, судя по изменениям, ну, не знаю, не знаю, посмотрим. Ну, возможно, опять возьмутся за перемещение, но тоже не факт. Либо, ну, с белками, кстати, сложно предсказать что-либо, там непонятно. Вот, ну, все-таки я надеюсь на солдат, надеюсь, и вы тоже надеетесь на солдат. А если у вас есть какие-то идеи, предположения по поводу того, что нас ждет в грядущем дополнении, на что вы надеетесь, чего бы вы хотели, то пишите об этом в комментарии к видео. На что вы надеетесь, чего бы вы хотели, то пишите об этом в комментариях. И на сегодня притирка стала последним изменением в патче 9.5, а это значит, что совсем скоро вы увидите новую колоду Нильфгарда, первую колоду Нильфгарда, согласно нашей традиции, в патче 9.5. Но, в отличие от предыдущих разов, это будет не чисто моя колода Нильфгарда, а колода подписчика. Почему? Ну, потому что мне она понравилась, и это колода солдат. Все-таки, раз изменения затронули солдат, то, соответственно, открывать патч и новый сезон мы будем колодой солдат Нильфгарда. И на этом, жители Империи, пора заканчивать. Глорайер и Кирзаер подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Нильфгарда, до новых встреч.